Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Симон» «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 за обручживание. А калюжу смело марать надалей, так и знайдаться партнёры и инвесторы, каб надать месту историчный флёр. На паштуце початку 20-го стагодя, милавида гэтае место Карабановское прадместе обрыгожует амничий млын. Чам уж не простасовать романтичную идею до сучасных метов. Даруйте мары, вернемся до рычаистости. А яна вось у гэтых трубах, коллектор левневой канализации. То есть это трубы, по которым стекает дождевая вода с поверхности всего нашего города. И вот на этом малейшеньком участке, вот отсюда до сюда, то есть это примерно 3-4 километра, 70 таких вот труб выходят только здесь. И фактически все эти трубы собирают со всего центра города всю ту дождевую воду, которая скапливается на поверхности. Конечно, для реки совершенно не полезно, потому что что стекает с асфальта. Это не только там пыль, грязь, песок. Это еще и недогоревшие углеводороды от двигателей, это какие-то масла смазки от наших машин, это соль. Участцы эко-проекта «Счастливый дождь», якая знайшла подрымку программы заведения Организации Объединенных Наций, городских уладов и коммунальных службов, шукаются вести. А экологичный парасон призначен покой для Одзинки. Мы пытаемся реализовать этот проект, поставить хотя бы один демонстрационный объект на очистку поверхностного стока. То есть очевидно, что здесь в Дубровенку не сбрасываются промышленные источные воды, слава богу. Но вот эта вот ливневая канализация, вот этот поверхностный сток, он попадает в реку без очистки. И здесь очистных таких нету. И хотелось бы сделать такой объект, и мы выбрали место, это ниже туда по течению, Октябрьские 4. По самым центру города, разом с нашим, в этом випадке, сталкером-экологом, мы нечаканно трапляем у незвычайной по своей природной некранутости и надзвычайной по забруженности яр. Як у докладню эколог-краизнавца, старожитный Ляцковский. Але зараз тут ведовочно щаруют только что сучасные городские эморгиналы. В принципе, это очень интересное место. Я сам открыл для себя. Вы говорите, что влады не знают, мясовые жахары не знают, но экологи не знают. Мы экопроект, мы для себя открыли литерально в этом году только. Начали улучшать систему державой канализации, пришли до основы, что это Тимирязевская система, она самая шкодная для Дубровенки. И тропили сюда. То есть тут проходит частка вот этой ну давайте Ляцковско-Тимирязевской системы до живой канализации. Самая нижняя, она не проходит у трубах, то есть она идет по поверхне. И что тут, ну чем это дрянно? То есть первое, что идет эрозия после кожной заливы. Это все размывается, вода тропляет на охороды, жахароу наших. Але, конечно, далее так вот не можем протягиваться вся эта эрозия, весь этой сметти и песок, который тропляет у Дубровенков, это ненормальная ситуация. Минавито тут экопроект мая намер усталевать першую, так бы мовить, демонстрационную фильтрационную станцию. И другое, тогда после усталевки всех этих труб и фильтрационной станции, здесь можно сопровождать про классную некую экологичную тропу, может некую велодорожку. Ну, треба думать, так само треба шукаць, які идеи в использовании этого места. Потому что, это, правда, это самый центр, это вельми пригожее место. И, конечно, это ненормальная ситуация, когда оно используется для пикников этих маргинальных своего города. А у зеленых сетцей города Добровенко с прадвеку меловы ключное место. Бо блакинные стушки забеспечивала, так бы мовить, эко-калидор помеж двумя моцными природными ядрами Пячерском и Далиной Днепра. А вось прадместе Пелагеюка тут добра вядома самым старожидным Могилевским городишем Змяёвка. На фотосдымку початку 20-го стагодя побач зим на першем плане млын. Адзін шматликих, якиме знакоміта навыц унікальна речка. Наприклад, пастану на конец 18-го стагодзя на Добровенце було ажно 7 млынов, ну, отповедно 7 сажалок. Вось. Ну, самая перша была сажалка знаходзілася ля замка. То есть она выконывала функции якбы сажалки для млына. Так само я, в принципе, участковая выконывала обороншую функцию. То есть вода подавалася на гэтый роу, який отделял замок от старого города. Ось тут знаходзілася другая сажалка. И она так само выконывала две роли. То есть там был млин з одного боку, з іншого боку гэтый млин и сажалка не выконывали так само обороншую функцию. И воголе была уникальная з'ява, фактически только в Могилеве. Сустракалася калі млин и он выконывал так само броншую функцию. Гэта на предмет историчной огранки коралю для горды и зашепка для розуму на конту туристичной да и просто культурной протягальности Могилева. Больше за 500 годзі у Дубравянка вытрымливала праз городской речки. Зараз улады громадсказ за непакойной экологичной небезпекой супольно шакают рашэні, каб именизаваць уплыв урбанізацію. Конечно, именно потому, что вся река наша только Могилевская течет по Могилеву. Все, что с ней происходит, это все, что мы с ней делаем. Потому что реку застраиваем мы, замусориваем бутылками и прочими отходами отдыха. Тоже мы облагораживаем, тоже мы озеленяем. Это тоже мы. То есть мы можем привносить как и разрушительные действия на долину и реку, так и позитивные. И калізно звернуться до экологичной сетки Могилева, якая сплетена с шадрот природных и историко-культурных каштовностей, для перутворить нашу спадшину нашу сучасность, якими промянестами стануть эко-карали нашага города. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин